Уважаемые соотечественники, граждане Казахстана, вот и настал тот момент, когда нам теперь нужно выбирать или стать рабами банды Назарбаева и подписать своим детям и внукам рабское существование, или объединиться ради одной цели вокруг движения ДВК, чтобы мы жили по-человечески, не боясь за своих детей, каждый раз провожая из дома на улицу, чтобы мы не боялись, что нас уволят с работы из-за сказанной правды, чтобы мы не боялись зажравшихся чиновников, которым плевать на людей, чтобы мы не боялись прокуроров и судей, акимов и полицейских, которые служат бандитскому режиму Назарбаева, и, наконец, чтобы мы поняли, что мы народ, а не рабы, что в единстве и количестве наше спасение мы должны понять, что только объединившись, мы сможем спасти себя и свою страну от бандитов, сидящих у власти более 30 лет, во главе с неграмотным и необразованным тираном-хвостуном. Объявлены сроки президентских выборов 9 июня. Это выборы без выбора. На протяжении 30 лет народ полностью отстранен от управления страной. Ни одно крупное решение государственного штаба. Бандиты из Аккорды не согласовывали с народом. Полный игнор. Вы верите, что на этих выборах будет хоть один независимый кандидат? Все кандидаты подставные, согласованные с Аккордой. О каких выборах может идти речь? Это фарс, мошенничество в государственных масштабах, которые Назарбаев проделывает на протяжении 30 лет. Вы думаете, наши голоса кто-то будет считать честно? Когда вы видели, чтобы выборы проходили справедливо по закону? Когда вы видели, чтобы выборы проходили законом установленные сроки? Мы уже говорили, что Назарбаев все 6 выборов с 1991 года проводил досрочно. Повторяю, все 6 выборов он проводил досрочно. Только потому, что он знает, что он держится у власти благодаря бандитским методам, фальсификации, обману, мошенничеству и воровству голосов, которые стали нормой в Казахстане. И эту норму создал Назарбаев. Никогда Назарбаев не действовал по закону. И в этот раз он сделает так, как ему выгодно. И на народ ему глубоко наплевать. Он никогда не допускает на выборы реальных кандидатов, которые стоят за интересы простых людей. Он их просто и откровенно убивает. И при этом, обеспечивая себе алиби, в момент убийства, как правило, он отсиживается за границей, чтобы потом показать народу, что он к этому убийству не имеет никакого отношения. Хотя все прекрасно знают, что Назарбаев и есть убийца. А потом на выборы выставляет своих подставных проходимцев, имитирующих политическую конкуренцию. Мы за 30 лет правления Назарбаева полностью потеряли веру в справедливость. В нас полностью уничтожена созидательная функция. Народ закрылся в себе и перестал верить, что власть существует, чтобы создавать нормальные условия для жизни и для народа. За все годы правления Назарбаева мы видели и видим, как режим откровенно убивает своих политических оппонентов, душит политически активных людей, закрывает в тюрьмы, пытает, фальсифицирует уголовные дела и насилует беззащитный народ. Даже конституционные наши права на свободу мирных собраний и митингов, эти подонки отобрали у нас. Мы даже не можем собраться и как мирное гражданское общество выразить свое несогласие с политикой этого мерзавца Назарбаева. А по хабару КТК, НТК, ОРТ, Казахстан, Казахстан-1 говорят, что у нас все прекрасно, что у нас самая передовая страна, что у нас есть свобода слова. И выборы в парламент, и президенты у нас проводятся честно. А что мы видим на самом деле? С чем мы сталкиваемся ежедневно, выходя из дома? У нас на глазах происходят бесчеловечные акты варварского отношения к народу со стороны властей, которые обрекли на бедственное существование весь народ Казахстана. Посмотрите на многодетных матерей и отцов, которые тянут нищенское существование, чтобы прокормить своих детей. Посмотрите на многомиллионный народ, который живет от зарплаты до зарплаты. Несчастные 21 тысячу тенге, чтобы получить многодетный матерей, заставляют унижаться и становиться на колени, как рабов. Посмотрите на наши аулы и мелкие города, в которых жизнь превратилась в выживание. И чтобы создать иллюзию, что народ поддерживает власть, они дают секретные указания руководителям высших и средних учебных заведений выводить насильно толпы студентов, школьников и преподавателей на массовки и создавать видимость и кричать заранее отрепетированные слова «Казахстан, Нурсултан, Казахстан, Нурсултан». Они нанимают армию беспринципных подонков, которые сидят в социальных сетях и имитируют мнение народа, восхваляя Нуртан и Назарбаева. За эту работу каждый ублюдок получает 2250 тенге в день по договору. Вот так идет откровенное одурачивание всего народа Казахстана. Сейчас вы увидите, как власть начнет давать обещания поднять зарплаты бюджетникам. Пенсионерам поднимут якобы на 50% пенсии, а медикам и педагогам поднимут зарплаты и пенсионный возраст опустят чуть ли не до 48 лет. Почему такие обещания появляются всегда только перед выборами? Почему на протяжении 30 лет нельзя было поднять уровень жизни народа? Вы не задумывались? Я вам отвечу. Назарбаеву глубоко он оплевать на народ. Он дает обещания только для того, чтобы очередной раз обмануть народ и дальше распродавать Казахстан, загоняя в кредитную кабалу весь народ. Сегодня уже внешний долг страны 170 миллиардов долларов. Когда мы получали независимость, Назарбаев получил страну без копейки внешнего долга. И сейчас он оставляет страну по уши погрязчивую в коррупции с разграбленными презодными ресурсами. Экономику полностью зависящую от Китая и России. Казахстан превратился в сырьевой предаток. За последние 30 лет из Казахстана выехали 3,9 миллиона человек. Это специалисты в области медицины, науки, образования, сельского хозяйства и других отраслей, важных для экономики. И на этом фоне объявлять духовное возрождение нации, то есть рухани-жангру. Это плевок в лицо всего народа. О каком рухани-жангру можно говорить, когда народ бедствует, находится в кредитной кабале, дети полуголодные, на макаронах и картошке? Нам всем нужно объединиться и выходить вместе на митинг, чтобы показать всему миру, что мы гражданское общество, что мы не сброд, что мы единая нация и мы осознаем ответственность перед нынешними и будущими поколениями. Власть забрала у нас все, что можно было забрать, но она не забрала у нас надежду. Ту надежду, которая все эти годы жила в нашем сердце. И мы знали, что все равно, рано или поздно, справедливость должна восторжествовать. Всему приходит конец и режиму подлеца и подонка Назарбаева тоже пришел конец. Народ проснулся и теперь откровенно оболванивать, обманывать и дурачить простой доверчивый народ не получится. Мы не верим ни одному слову режима, мы не верим ни в одну социальную программу режима. Мы не верим, потому что мы верили этим подлецам и надеялись, что они ради народа, ради страны будут создавать условия для жизни. А они откровенно обогащались, воровали, давали пустые обещания, чтобы растянуть время. А сами переводили наворованные деньги за границу, покупая там виллы, особняки, дворцы, яхты, дома, квартиры, самолеты. У всех политчиновников по всему миру на сотни миллиардов долларов недвижимости. А простой народ в это время тянет нищенское существование. Разве мы заслужили такого унижения? Разве мы заслужили такого отношения к себе? Разве мы такой независимости хотели? Нет. Осындай қылмыстық сайысы чүгізіп отырған бейлік басындағы Назарбаевтың ертен қазақтың киелі жері. Олы Түркстанның ұлттық пантеон салғызып, сол жерді ұлт көшбәшісі болып жатқаны. Бүкіл қазақ ұлттының сүйегіне таңба басқан мен бірдей. Бүкіл түркі әлемінің алтын бесегі болып танылатын киелі Түркстанды. Тарих маздағы батыр бабаларымыздың қаны мен нәрі сүнген атам екенімізді ластау. Қазақ ұлттының төрінен орналатын адам Назарбаев емес. Соны әр қазақ жүрегінде сақтау керек, санасы мен түсіну керек. Назарбаевтың мойында талай қазақ жерінің патриоттары мен белсенділерінің қаны бар. Оның ішіндегі алаш идеяларының белді азаматы болған алтынбек пен заманбектің қаны бар. Жаңа өзендегі құршын кеткен жастардың қаны тұр мойында. Бұл иттің орны түрме қазақ елінің астанасын Нұрсултан еті өзгерді үшін, данғылдар мен көшелерді Нұрсултанға өзгерді үшін, мемлекеттегі болғы жатқан үлкен үш шараларға ең бірінші қазақ қалқының келісімі болу керек. Алмына өңшен құрлар мен алаяқтар жиналған тобыр бірін-бірі мақтап, бірін-бірі қалққа қарманы атағын беріп, бірін-бірі генерал атақтарын тапсырып, өз ел өз бетмен бейлік өз бетмен өмір сүріп келеді. 30 жылдан бері бұл иттердің елге көрсеттеген қорлыға қалды ма? Құрметті қазақстан азаматтары, отандастар, алыс шырақын шет елден келген қандас бауырлар, қазақтың бір ғана отаны бар, ол тәуелсіз қазақстан. Тас түскен жеріне ауыр, бүгінгі ел басына түсіп тұрған тауқмет бүкіл қазақ жұртының тарих алдындағы жауап кесілігі, болыша ұрпақтар алдындағы жауап кесілігі, қазіргі ұл қыздарымыз алдындағы жауап кесілігі. Хан таңыры тауым мен қытаймен шегірілас өзендер, қазба байлық ұлттық қор, қытаймен шегірілас жатқыңын мүңдіған гектар жерлер, бұлардың барлығы сатылып кеткен шет елдерге, бірақ Назарбаев қытпияда ұстап тұр, еш күнге ауыз ашқыз бай, еш күнге айтқыз бай, Нұрсултанының зымияндығы мен айвандығында шег жоқ, бірақ оны көп адамдар әлде білмейді, сенеді, үмітін артады. Нұрсултан бастаған қылмыстық топ, ұлттық қор қарысыны өзінің жеке қалтасыз деп қарайды. Өзінің жеке мүдделеріне миллиондар жұмсайды, ал көп балалы атаныларға, кемтарылар мен мүгедектерге, бүджеттік салада қызметкерлер мен пенсионерлерге тиесілі сол қаржыны бермейді. Бүткені Қазақстан қалқы олар үшін құлдар. Назарбаев ешқашаны елге жұмыс деген адам емес, ол білікке келген бір іші күнден, соңғы күнден дейін, тек ел өз құлқынымен өз жеке басының пайдар үшін жүрген алая. Қазақстанға елі бір заводты салғызу, бағдарламасы, ол толығы мен қазақ жеріні экспансия алып Қытайдың колониясыны айландыруының айқын көрінісі. Бағырлық әрі қалыларда Қытайлардың мердігерлері заводтар салып, ата-бабаларымыздан қалған ата-мекенімізге құжайындық жасап отыр. Біз, бі, біз кімге сеніп отырмыз, кімден көмек күтіп отырмыз. Қазақтың проблемасының Қазақтан басықа еш кім шешпейді. Қазақстанда 300 маң азаматы бар Қытай диаспорасы тіркеліп, жұмыс істеп отыр. Алматыда Қытай мектептері ашылып, Қытай балабақшалары ашылып жатыр. Қазақтың қаракөз ол қыздарын Қытайша балабақша мен мектепке беріп, ертен тілімізден ұлттық болмысымыздан айрылып, Қазақ ұлты толығы мен жойлатын денгеге жеттік. Қазақстандаkan құлып жатыр дымәр爺у Құлақ ұлты. Қазақтанда Құлты Құлтық болынайды. Қазақтанда Құлтытық осыkor, Қазаш сайтып ақ жатында Құлтағы implicationа reads. Қыстарын жақшы Құшы құлтық болсаған. Қазақтанда Құлтық болса ол жатыр. Сколько еще девочек должны сгореть в пожаре и сколько матерей должны сжечь себя перед Нуратаном, чтобы народ Казахстана объединился? Скажите, сколько еще нужно смертей? И народ Казахстана должен прекратить свой эгоизм и встать в один ряд, все как один. Мухтар Кабулович, мы верим в вас и будем стоять до конца. Насколько хватит сил? Если не хватит сил, дух наших предков и сила многострадальной земли нашей, пропитанная кровью наших предков придаст нам силы. Им выстоим, вытерпим, выстрадаем, но мы победим. Мы обязаны победить, и у нас нет другого пути. Спасибо вам за вашу стойкость, несгибаемость и безграничную преданность своему народу и своей стране. Вы реально раскрыли глаза всему народу Казахстана и показали, кем на самом деле является этот подонок Назарбаев и вся его шайка-лейка. Назарбаев впервые за 30 лет правления страной реально почувствовал, что такое реальная оппозиция в лице ДВК. Назарбаев впервые понял, что такое политическая конкуренция, и он реально понял, что за все годы обмана и фальши ему придется отвечать и перед народом, и перед Всевышним, и перед теми, кого он убил. Мы пайдемдаканса, народ Казахстана против власти Назарбаева, тұрындар Казахтар, көтеріңдер бастарынды, ұлдарымыз қол, қыздарымыз күн болмасын десек, басымызды біріктіріп, үлкен ұлттық шеруге шығатын уақыт келді. Осы көрген қорлығымызда жетер, Назарбаевтың бейлігі қыласын, елдің бейлігі орнап, Казахстан парламенттік республикасы орнасын.